Как контролируют и уничтожают самые опасные возбудители туберкулеза. Как контролируют и уничтожают самые опасные возбудители туберкулеза 8 часов. Deposit photos. JKSKR. Манту. Deposit photos. JKSKR. Москва. 1 Мария Новости. Альфия Юникеева. В России большинство населения контактировалось с возбудителем туберкулеза. А самый распространенный в стране штамм устойчив практически ко всем противотуберкулезным препаратам. Почему важно вакцинировать детей БЦЖ и не отказываться от проб Манту в материале РИА Новости? Контактируют, но не заболевают. Каждый год в мире туберкулезом заболевают около 10 миллионов человек. Примерно полтора миллиона умирают больше, чем от других инфекций. И это несмотря на то, что с 2000-го удалось предотвратить 54 миллиона смертей от этой болезни, уверяют эксперты ВОЗ. Россия, к сожалению, входит в число стран с наибольшим уровнем времени туберкулеза. У нас более 80% взрослого населения с учетом положительной реакции на кожные иммунологические тесты встречалось с туберкулезом. Что касается детей, то у них возможная положительная реакция на пробу Манту обусловлена как ответом на прививку БЦЖ и ее делают в роддоме и повторно в возрасте 6-7 лет так и инфицированием микобактериями. Они могут попасть в организм ребенка при встрече с больным туберкулезом, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой в тезиопульмонологии и таракальной хирургии первого МГМУ имени Сеченова профессор Дмитрий Геллер. Бацилла кальмета герина, или БЦЖ единственная доступная сегодня противотуберкулезная вакцина. Она содержит штамм ослабленной туберкулезной палочки, которая практически утратила вирулентность для человека. То есть заразить она не сможет, а вот защитит при встрече с возбудителем вполне. Согласно различным научным исследованиям, эффективность этой прививки 60-80%. Ее действенность зависит от возраста человека. Наибольшую защиту она обеспечивает новорожденным. 23 октября 2018 года, 3-14. Российские ученые создали прибор для ранней диагностики рака и туберкулеза. БЦЖ не столько предотвращает, хотя привитые, конечно, болеют намного реже, чем непривитые, сколько помогает. Вакцина облегчает болезнь, если она возникнет. У привитых практически не развиваются молниеносные смертельные формы туберкулеза. А так как Россия относится к странам с высоким уровнем заболеваемости, эта прививка и по мнению ВОЗ, и по мнению наших ученых, имеет очень большое значение для защиты прежде всего детей от этого тяжелого заболевания, подчеркивает Дмитрий Геллер. Профессор не отрицает, что после БЦЖ бывают осложнения, например, воспаление лимфатических узлов или большой рубец на месте прививки, но на всю Россию это доли процента. В большинстве же случаев вакцина предохраняет от болезни. Пора ли отменять манту? Ежегодно всех российских ДТ и подростков проверяют на туберкулез дополнительно. Им вводят внутри каждой туберкулин смесь белков, углеводов и липидов, полученных экстракцией из клеток возбудителей туберкулеза, Mycobacterium tuberculosis и Mycobacterium bovis, и по реакции организма определяют, есть ли у них инфекция. Дело в том, что вещества, входящие в состав туберкулина, играют роль антигенов, иными словами провоцируют реакцию иммунной системы человека. Именно так и проводится знаменитая проба манту. Манту – это не прививка. Это своего рода кожный иммунологический тест. И он очень информативен у детей. Единственное, в первые пять лет после прививки вакцины BCG эта проба может быть положительной как ответ на прививку. Она не отличает болезнетворные микробы от прививочных. Поэтому если у ребенка после введения туберкулина покраснение на месте постановки пробы, это не значит, что он точно болен туберкулезом. Это может быть аллергической реакцией на введение препарата. В таких случаях проводят диагностику диаскин тестом, уточнил Дмитрий Геллер. Диаскин тест – разработка российских ученых. Проводится он примерно так же, как манту, внутри кожна. В отличие от туберкулина, сделанного из микобактерий патогенного штамма, аллерген диаскин теста содержит рекомбинантный белок, антигены которого есть в вирулентном штамме. Они появляются в период размножения микобактерий и туберкулеза и отсутствуют в вакцинном штамме БЦЖ. Именно поэтому препарат умеет отличать патогенный штамм возбудителя от прививочного. По данным сотрудников Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы, Диаскин тест, в отличие от пробы манту, никогда не вызывает ложно-положительной реакции у здоровых детей, привитых в прошлом БЦЖ. Сейчас среди педиатров идет серьезная дискуссия, стоит ли заменить пробу манту диаскин тестом. Дело в том, что оба эти метода несут примерно одну и ту же информацию. Диаскин тест, на мой взгляд, более удобный. Он не вызывает аллергию на прививочный штамм микобактерий, а проба манту дает реакцию организма, в том числе и на вакцину. Но для того, чтобы тест дал положительный ответ, должно пройти какое-то время. То есть он не покажет, что ребенок болеет, до тех пор, пока не накопится достаточное количество болезнетворных бактерий. А вот проба манту способна определить состояние, когда болезни еще нет, но ребенок имеет высокий шанс заболеть или уже болен, но это начало болезни. Поэтому лично я считаю, что оба теста для детей надо сохранить. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, а вместе несут более полную информацию, отметил профессор Геллер. 7 июня 2018 года 11.5 биологи из России создали уникальную систему диагностики туберкулеза. Выход есть главная проблема России в борьбе с туберкулезом. Это штаммы его возбудителей, распространенные в нашей стране. Как выясняли отечественные исследователи, более половины обнаруженных у наса штаммов принадлежат к линии Beijing B0-W148. Ее представители отличаются высокой контагиозностью, то есть легко передаются, и высокой устойчивостью к большинству противотуберкулезных препаратов. Кроме того, эти бактерии хорошо выживают в человеческих макрофагах, иммунных клетках, поглощающих патогены. По прошлогоднему отчету ВОЗ, во всем мире растет число лекарственно-устойчивых форм туберкулеза. И в России самый большой процент распространенности лекарственно-устойчивого туберкулеза на долю населения. И широкая устойчивость, грубо говоря, почти ко всему. В прошлом году во всех странах мира таких больных было чуть более 8 тысяч, из них 3,5 тысячи проживали в России. Такого процента нет больше нигде. Вдобавок это сопряжено с очень низкой долей выздоровевших, рассказал Дмитрий Геллер. Иллюстрация РИА Новости. Данные из официального доклада Федерального центра мониторинга туберкулеза РФ Доля больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью среди больных, страдающих открытой формой этого заболевания. Иллюстрация РИА Новости. Данные из официального доклада Федерального центра мониторинга туберкулеза РФ. Доля больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью среди больных, страдающих открытой формой этого заболевания. Согласно отчету ВОЗ, эффективность лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, к двум основным препаратам рифампицину и изонезиду, оценивается в 55%, с широкой лекарственной устойчивостью в 28%. Риск смерти при развитии туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью в мире по данным ВОЗ превышает 40%. Чтобы помочь пациенту с этими формами заболевания, исследователи из Университета Джона Хапкинса предлагают синтезировать специфичные в отношении микобактерии антибиотики. Ученые уже получили кристаллы ДНК гераза микобактерий. В комплексе с ДНК и различными фторхиналонами. Предполагается, что эти данные можно будет использовать для создания противотуберкулезных препаратов. 27 января 2017 года, 13-14. Ученые выяснили, почему туберкулез не уничтожил все человечество. Российские исследователи продвинулись дальше. По словам профессора Гелера, в течение последних 7 лет ему с коллегами неоднократно удавалось вылечить пациентов с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза. Туберкулез, не поддающийся терапии лекарствами, можно вылечить хирургическими методами. Свыше 95% пациентов, прошедших лечение у нас в клинике в Тезиопульмонологии 1 МГМУ до 2017 года, сейчас она передана Минздраву. Примечания редакторов, выздоровели и через 5 лет были трудоспособны. То есть с применением хирургии эти самые опасные лекарственно-устойчивые формы туберкулеза излечимы. Но, конечно, лучше до этого не доводить. Поэтому новорожденным необходимо проводить прививки вакцины БЦЖ, детям и подросткам ежегодно проводить кожные иммунологические тесты с применением пробы мантуи или диаскинтиста, а взрослым хотя бы раз в год делать флюорографию. Это все значительно снижает риски пострадать от туберкулеза, подчеркнул эксперт. Продолжение следует...